Сегодня программа «Творческая мастерская» знакомит зрителей с творческой мастерской старинного ремесла ткачества. Насколько важным для людей был этот труд, доказательства найдем у мудрейшего Владимира Ивановича Даля в его толковом словаре «Живого великорусского языка», статьи для которого Даль собирал на протяжении целой половины XIX века. Так вот, по поводу ткачества из глубин веков пришли в словарь Даля поговорки «Баба точет, а Бог ей рубашку дает, пряла и ткала весь дом одевала». Что осталось сохранилось от старинного дела, узнаем сейчас. Приглашаем вас в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала на этнографическую выставку «Кружок, половик, ковер», посвященную традициям ковроделия на Урале. Песня «Кружок, половик, ковер» Песня «Кружок, половик, ковер» Выставочный зал Центра традиционной народной культуры Среднего Урала возвращает нас в историю ковроделия. Это богатый, уникальный вид художественного творчества народного, крестьянского. К ковроделии ведь относятся не только к ковры непосредственно, как мы привыкли на стенах, ворсовые, но и половики, то, что мы привыкли видеть в крестьянских домах, в избах постелены, и кружки, вот эти, вязанные крючком, которые до сих пор можно увидеть в крестьянских домах. Это и вышитые ковры. Вот мода в 50-60-е годы возникла. Мода на вышитой иголкой, такой специальной иголкой, называется петельная вышивка. Вот у нас даже мужчины увлекались, это хобби такое было. Вот там представлен ковер, который сделан мой дядя, где-то в возрасте 60 лет или 50 лет. Он иголкой вышел целый ковер. И такие ковры можно увидеть еще до сих пор в домах. Слово ковер у Даля расшифровывается непонятным нам сегодня словом келин. Келим у Даля – это еще и келимчик, и келин. И названия эти пришли от восточных южных народов, от татар, с Кавказа. Встречаются и в южноуральском Оренбурге, где, к слову сказать, Даль почти 10 лет служил чиновником особых поручений Оренбургского губернатора. Много и часто разъезжал по краю, наблюдая и собирая в том числе и материал для своего словаря. И уж про ковры, которые он встречал там в избытке, знает все. Ковры бывают гладкие и стриженные, или рытые, пишет Даль. Есть и войлочные, набивные, полстяные. Идея возникновения выставки появилась, наверное, из желания показать те промыслы, которые на сегодняшний день практически уже ушли. Сегодня уже никто не ткет половики, не делают, к сожалению, будкинские ковры, которые вы видите замечательные. Вот тюменский промысел рядом будка. И там именно промысел был долгий, существовал очень долгие годы. Пережив многие трудные времена, будкинский промысел сдался под напором рынка. К сожалению, промысел как таковой уже утрачен. С закрытием будкинской и канашинской фабрик в конце 20 века промысел кустарный предполагает продажу. А раз фабрики закрылись, на продажу перестал производить, значит промысел умер. И осталось ковроделие только в виде художественного народного творчества прикладного. Ну, так же, как, собственно, и вышивка. Там, ну, вышивка-то, да, как вышивка, как, например, ну, что деревянная резьба, например, резьба по дереву. Ну, так же вот и ковроделие осталось. То есть индивидуальные какие-то. То есть делает человек для себя, для своих родственников, для, в общем-то, для собственного потребления вещи какие-то, но не на продажу. Вот он, челнок. Фольклорист Ольга Ворончихина, которая работает на этом станке, намерена серьезно заняться изготовлением самотканных вещей. Мало кто из нас видел, как этот процесс происходит. И наверняка школьники, которые сейчас играют в старинную детскую игру «Челнок», не представляют, кто или что такое челнок, почему челнок и куда он так спешит. ПЕСНЯ ПЕСНЯ На самом деле в этом доме все взаимосвязано. Игры, песни, труд. Как это и происходило в народной жизни. Вещи, которые здесь представлены, это экспедиционные наши сборы. То есть вот Свердловский областной дом фольклора 20 лет ездил в экспедиции. И то, что мы привозили из наших деревень, половички здесь, инструменты, приспособления для ткачества, вот прялочки, различные набилки и прочие другие приспособления для ткачества, для обработки льна, вот они здесь представлены. ПЕСНЯ В именитом словаре Даль, как водится, приводит в качестве примера использования слова из речения, что бытует в народе. Пословица или поговорка, без которой и слово как бы не такое веское. Это самое верное доказательство того, что слово действительно давно и активно живет в народе. Слово ковер у Даля сопровождается загадкой. Рассыпался ковер по всем сторонам. Никому не собрать, ни попам, ни дьякам, ни серебряникам. Очень поэтичная и красивая, между прочим, метафора. Звезды на небе. А еще с ковром наши предки связывали мечты о прекрасном житии. О ковре-самолете, о ковре из катерти хлебосолки. ПЕСНЯ Они распускали кофты, распускали юбки, потому что дефицит был в 80-е годы шерсти. Распускали одежду и ткали. И каждый, там и сын, и дочь, и заловка, и сноха, и кто там еще был в семье, все приложились к этому ковру. ПЕСНЯ И говорит, я, говорит, брала за основу рисунок готовый, но я, говорит, вот тут изменила, и вот тут роза повернула так. То есть она творчески подошла к процессу, не механически. То есть это ценность в том, что это творчество, вот это народное, и художественный вкус, он проявляется здесь, фантазия. Нет ничего механического такого слепого следования каким-то нормам. Потому что народность, народная культура, вот эта традиционная, она тем и богата, что она творчески всегда подходит каким-то канонам. На выставке присутствует не только вот показанный будкинский промысел, но и уникальная технология синельных ковров, которая на сегодня восстановлена в Курганской области в центре традиционной русской культуры ЛАК. Это сложнейшая технология, которая, в общем-то, даже нынешним мастерицам, наверное, восстановить было очень непросто. Суть ее заключалась в том, что ткалось полотно на станке, затем это полотно растригалось, часть основы ниток убиралась, а из остальных скручивалась нить с махрушками, получалась синельная нить. И вот эта синельная нить выкладывалась определенным образом по схемам уже в узорные ковры. Ковры получались и двухсторонние. И вот с трудом восстановленная техника, в принципе, подобных мы как бы на территории Свердловской области даже не видели, нигде не встречали. Поэтому это вот желание показать то, чем владели наши бабушки и прабабушки. Также здесь есть вещи из фондов Центра традиционной народной культуры ЛАД. Это город Шадринск. У них тоже, наподобие нашего Центра традиционной культуры, только в городе Шадринске. Они тоже собирали в экспедициях половики, ковры, приспособления для откачества. И они нам предоставили на нашу выставку свои экспонаты. Потом из фондов Троицкого музея поселок Троицкий, это в Талицком районе. Там прекрасный музей, и вот замечательные люди там работают. Нам тоже часть своей коллекции нам предоставили. Там вот если вы увидите ворсовые небольшие коврики с видами будка, Екатеринбург, там Талицы. Вот это вот уже сделали акционерное общество «Сувенир», который возник на базе Ковроткатской будкинской фабрики. То есть это в конце 20 века, в 90-х годах, в общем, там они стали делать маленькие такие коврики, панно на заказ. Там портрет Путина, портрет Ельцина, виды городов, области, гербы городов. Но в начале 21 века, в 2000-х годах, и она, то есть и общество это тоже приказало долго жить, сейчас ее нет, этого общества. А коврики они нам предоставили нам на выставку, и инструменты для ковроткачества тоже вот здесь представлены. Также представлены карты с схемами, с рисунками ковров, сделаны в 80-е годы, в 90-е годы для фабрики. То есть разрабатывались художниками на основе народных традиций, очень красивые розы, цветы на этих картах нарисованы. И по этим картам уже делали мастерицы ковры свои. Это уникальный промысел, потому что это ручное. То есть, представляете, мастерица должна была где-то 8 тысяч узелков завязать в одном квадратном метре, по-моему. А то и 13 тысяч, то есть надо до 13 тысяч, то есть еще и плотность большая. Во-вторых, это использовалось только натуральное сырье, натуральная шерсть, натуральный хлопок. И само собой себестоимость таких ковров дорогая, то есть он дешево стоить не может, такой ковер. И в то время, когда заполонил рынок, у нас более дешевая продукция, например, китайская, там и синтетическая продукция, то есть полосы на полу мы синтетическую чаще всего привыкли видеть, да, более дешевые. Конечно, стало производство нерентабельным. Вот и это все привело к тому, что не смогли конкурировать вот эти наши фабрики, к большому сожалению. А когда-то отправлялись на экспорт в европейские страны наши ковры, и на выставках в Брюсселе, в Монреале занимали призовые места, на ВТНХ выставлялись тоже дипломы всевозможные. У нас в Кровевическом музее буткинский ковер есть в экспозиции, то есть в фондах коллекции нашего Кровевического музея. Вот прекрасные вещи совершенно делали. Как известно, в пору промышленного освоения края на Урале оказались представители самых разных регионов России. Сюда они перенесли свою культуру, свой уклад, свои традиции. Коснулось это всего, и ткачества, конечно. Вологодский север, Архангельск привнесли на Урал свои особенности народной культуры. Интересно влияние и ближайшего соседа – Восточной Сибири. В Тюменском регионе развивался старейший промысел производства ковров. Изготавливали их из натуральной шерсти по так называемой махровой технологии. Нити скручивали в пучок в одну толстую нить. Та резалась на рваные куски длиной 4-5 см длиной. И из этих кусочков вязали узелки ковра. А начало рукоделию в соседней Сибири положено было в XVI веке, когда после завоевания Сибири Ирмаком началось освоение земель. Сюда хлынули переселенцы, и началась активная торговля с Востоком. В Сибирь попала технология изготовления махровых ковров. Производство ковров получило широкое распространение. На XIX век пришелся расцвет ковроткачества. В год реализовывались десятки тысяч ковров. Они отличались повышенной декоративностью и теплотой. Обычно на черном фоне, который символизировал плодородие земли, залог обильного урожая, располагались крупные яркие цветы, служившие напоминанием о благодатном лете. Вообще основа истоки идет из Тюмени. В Тюмени вообще с XVII века уже начали заниматься ковроделием. И махровые, и ворсовые ковры уже стали делать. И вот этот традиционный совершенно характерный орнамент по черному фону. Яркие цветы, розы, маки. И вот композиция вот эта вот в центре крупная, и по краям, по краешкам, по контуру более мелкие цветы. Все это на черном фоне. Вот этот традиционный сибирский ковродскатский рисунок, вот этот тюменский, он передался и нам на Урал. Но поскольку у нас ковроделием в основном на стыке Сибири и Урала, то есть это юго-восточная часть Урала занимались коврами. Бутка, это Канаши, то есть Шадринский район, это юго-восток, граничащий с Сибирью. И поэтому взаимоблияние вот этих вот традиций, взаимоблияние, оно прослеживается в коврах. А половики, в принципе, ткались поссеместно. То есть там половики, которые мы на полах видим, их-то везде ткали. То есть куда, где бы вы ни пришли, в какую бы деревню, везде половички вот такие прекрасные можете видеть. Ну где-то в сундуках, может быть, остались, где-то еще ходят по ним на полу. Рукодельные ковры, которые невзначай встречаются в домах, это как мостик, соединяющий современный мир с укладом прошлого. Более того, с внутренней жизнью наших прабабушек, прадедушек, с их характером, их устремлениями. Мы столкнулись, когда собирали материал с уникальными мужчинами в Каменском районе, которые вышивали ковры, которые делали в технике гобеленовой ковры. Именно мужчины, чего, наверное, трудно представить сегодня. Но вот, к сожалению, мы не смогли их уговорить отдать нам на выставку, хотя мы их очень просили. То есть вот эти люди, наверное, удивились сильнее всего, что абсолютно женский промысел, когда-то это было мужское качество, это было мужским занятием тоже, но вот сохранилось только в локальной степени в Каменском районе. Украшавшие когда-то стены, сундуки, лавки, сани, да и лошадей, когда-то от холодов укрывавшие, сегодня эти предметы в основном переселились в этнографические музеи. Современные художники по ткани работают уже с гобеленами. Сейчас, как развитие вот этого дела, ковроделия, можно, наверное, проследить в гобеленах. То есть гобелен – это, в принципе, принцип техника, одна и та же с половиком. Вот это гобеленовое ткачество, то есть многоуточное, или выкладное ткачество его еще называют. Принцип тот же самый, что у гобелена, который мы привыкли видеть. Ну, знаете, сейчас художники, многие художницы этим занимаются, на стены гобелены делают. Вот, и иногда очень интересно, иностранцы, когда оказываются у нас в деревне и видят эти половички на полах, они говорят, что вы такие богатые, что вы по гобеленам ногами ходите. Ну, все, такой интересный момент, что, в общем-то, гобелен и половички наши – это одного, в общем-то, разряда искусства. Конечно, эта выставка-мастерская не просто знакомит своих посетителей с ушедшим, и почти утерянным. Она обращена в будущее. Ее безымянные зачастую авторы, не проходившие обучение нигде, кроме родной деревни, могут дать пример высокой культуры, художественного вкуса. Уже сам подбор красок, цветов впечатляет самых строгих специалистов. Здесь подлинный отбор существовал. И, конечно же, вот сама технология интересна, и ее надо изучать и постараться передать молодежи, может быть, кто-то есть последователь, будут последователи этого, и на каких-то мастер-классах объяснять молодому поколению, как это делалось, как надо правильно делать. Интерес к этому есть, интерес большой. И на сегодняшний день не только у поколения более старшего возраста, это молодежь, которой это интересно. Они с удовольствием. Это опыт не наш, это опыт Челябинской области, когда у них существуют мастерские, в которые приходят молодежь, такие вот сумки, футляры для телефонов, еще вещи какие-то, именно на ручных ткацких станках. Ну, вот Свердловская область может в таком положении. В Карелии можно выйти на День города, на ярмарку мастеров, видеть половики в продаже до сих пор. То есть промысел, он не утрачен. Он утрачен здесь, вот в нашем месте. Но мы рассчитываем, что положение исправимо, что усилиями Центра традиционной народной культуры будет восстановлен ткачество ручное на станках. Может, не именно полытьков, может, это будет брана ткачества полотенец. Но в любом случае, да. Возможно, тяга к ковроткачеству заложена свыше. Наверное, вот тот завораживающий ритм, который заложен в основу всего. То есть это естественно? Да, да, да. Когда я начала заниматься ткачеством, меня вот, я ткала не на станке, первоначально, а пояса на дощечках. И меня вот этот ритм абсолютно успокаивающий, переводящий в какое-то совершенно другое, иное состояние. Я, может, не смогу вам даже объяснить. Это надо прожить и почувствовать. Только пройдя как бы собственный опыт, начинаешь понимать, что же заложено было там когда-то. Ну и генетическая, наверное, еще память работает плюс к этому. Хотя вот у меня корни в Кировской и Московской областях. То есть не отсюда я родом. И тем не менее, вот интерес как бы, да, существует и есть. О, да девка, да мылась он, да омывалась, ой, да полотенцем он, да отралась, ой, да полотенцем он, да отралась, ой, да захоронцем он, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...